И я продолжаю тот цикл лекций, который мы начали еще в конце прошлого года. Большие уроки от самых маленьких. И еще апостол Павел подметил, что когда мы с вами рассматриваем творение, то через это мы можем познавать нашего Небесного Творца. Правда же? Иисус, рассказывая о духовных законах, когда Он раскрывал ученикам, своим людям духовные законы, Он не лекции им читал. Мне очень трудно представить себя Иисуса, автора богословского труда. Иисус рассказывал притчи. И на примерах природы раскрывал духовные законы и духовные принципы, которые Господь вложил в это творение. И точно так же, когда мы с вами изучаем и рассматриваем жизнь животного мира, то через это мы можем постигать нашего Господа. И сегодня мы продолжим рассматривать самых маленьких, чтобы через них Бог нам преподал уроки. И поговорим сегодня о муравьях. Итак, давайте внимание на экран. Очередной кусочек из старого научно-популярного фильма, который еще был снят в советское время. Вот, известным режиссером Феликсом Соболевым, который работал в Киев научфильм. И вот все кусочки, в принципе, я оттуда показываю. И вот очередной фрагмент из этого фильма. Белую метку этот муравей получил за то, что первым обнаружил пищу. Отправляется домой. Кормит. Нет, это нам только кажется. Здесь все гораздо сложнее. Закон общего желудка. Муравей сам голодный. Хотя его брюшко до отказа наполнено медом. Свой желудок он использует только как рюкзак для переноски корма. А чтобы мед стал съедобным, его должны переварить в своих желудках другие муравьи. И только тогда няньки-кормилицы утолят голод обитателей муравейника. В том числе и нашего разведчика. Так живет этот удивительный организм муравейника. А муравьи в нем просто необыкновенные клетки. Ну вот, первая порция меда попала в семью. А в результате на кормушке целый отряд муравьев. Значит, разведчик сообщил им о своей находке. Сообщил. Но как? Две кормушки и два мостика, ведущие к ним. Справа чашечка наполнена медом. Ее охотно посещают муравьи. Слева пустая. Здесь муравьям делать нечего. Поменяем мостики местами. Они идут по старой дороге. Хотя сейчас она ведет к пустой кормушке. Почему? Как нашли муравьи проторенный путь? Может быть, они ощупывают мостик? Или присматриваются? Но вряд ли тут можно заметить следы даже шести муравьиных ножек. А может быть, они принюхиваются? Тогда к чему? Положим на пути муравьев новый мостик. Покрытый специальным веществом, индикатором. Это следы. Разведчики метят дорогу, время от времени касаясь ее кончиком брюшка и оставляя на ней капельки пахучего вещества. Душистая тропа рассказывает муравьям, куда идти. Муравьиный язык, язык запахов. Чужак с белой меткой встречается в штыки, потому что пахнет иначе. И муравью из этой же самой семьи, с красной меткой, если мы придадим ему другой запах, тоже не поздоровится. И только чистый спирт, смыв запах, поможет наладить доброе отношение среди этих забияк. Можно предположить, что муравьи, комбинируя запахи, способны поведать друг другу о многих важных для них вещах. Вы знаете, наверное, муравейник – это такой, хотя и не библейский, наверное, такой яркий прообраз церкви. И там даже показано было, что когда муравей, набрав где-то вкусного меда, приходит в свой муравейник, он сам остается голодным, потому что он медом, который приносит, не питается, а он его приносит. И этот мед должен как бы переходить из желудка в желудок других муравьев, и таким образом как-то обрабатывается. И в конечном итоге уже появляется вот тот продукт, которым могут питаться все муравьи, в том числе и тот муравей, который принес. И там интересно было показано, что муравей, который приносит, он не только приносит какие-то вкусные вещи, там мед или прочее, чтобы всем это дать, но он также показывает то место, как разведчик, то место, где он нашел эту вкусность, и туда устремляются муравьи. И ученые задались вопросом, а как муравьи знают, куда нужно было идти? То есть как они узнают? Потому что ведь этот разведчик, он их не сопровождал, он там в муравейнике остался. Как они знают, да? Они там видели, даже меняли дорожки. И оказалось, что когда муравей находит что-то вкусное, он помечает эту дорожку своим своеобразным запахом. Запахом, который именно говорит о том, что там вот находится вкусняшка, и поэтому уже по этой дорожке устремляются эти муравьи. И увидели даже, когда эту дорожку ставили к пустому лотку, где не было меда, все равно муравьи шли туда, да? А там, где мед, не шли. Почему? Потому что на той дорожке, которая шла к меду, она была заменена, и там не было этого запаха, и они не знали, что там мед. А там, где ничего не было, но была дорожка, свидетельствующая о том, что там в конце находится вкусняшка, туда и шли муравьи. То есть они ориентируются на запах. Запахами они общаются друг с другом, муравьи, вот в этом огромном конгломерате муравейника. Запах словно их язык. И они по запаху не только могут узнавать, где вкусности находятся, а где нет, они также по запаху могут определять свой, чужой. И когда там оказался, видели муравей из чужого муравейника, они тут же с ним начали драку, потому что они по запаху поняли, это не свой. И даже когда взяли своего муравья и на него поместили чужой запах, то муравьи, да, хотя вроде бы видели, что это из их муравейника, но запах был чужой, и они видели, тоже набросились на этого своего муравья с чужим запахом. И пока с этого муравья не смыли, там показано было спиртом, да, вот этот чужой запах, они его не могли признать. То есть таким образом, очень интересно, запах является словно языком в этом огромном муравейнике, языком, с помощью которого эти маленькие создания, тысячи и тысячи скопившиеся в муравейнике, они могут иметь в этом муравейнике стройную, организованную жизнь, строя взаимоотношения друг с другом вот через эти запахи. И когда я посмотрел этот фрагмент, то, конечно же, вспомнились знаменитые слова апостола Павла из 2-го послания к Коринфянам. Давайте откроем 2-е послание к Коринфянам, 2-ю главу, и прочитаем вместе с вами с 14-го стиха, где апостол Павел говорит, «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и, смотрите, благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему?» И вы знаете, очень интересно, что познание Бога, апостол Павел сравнивает не со звуками, и не с видом каким-то, не с визуальной картинкой, не с каким-то звуком, сравнивает с запахом. И он говорит, что вот этот запах познания Бога люди носят в себе, когда они Бога, естественно, познают. Этот запах распространяется ими во всяком месте. Люди, которые склонны принять Господа, для них этот запах воспринимается как жизнь, живительный. Люди, которые не хотят смиряться перед Господом, хотят ходить своими путями, для них этот запах резонирует словно с их целями, с их ценностями. И для них это получается запах смертоносный на смерть. И апостол Павел завершает все таким риторическим вопросом, кто способен к сему? То есть, конечно же, очень интересно, вот мы с вами стали верующими, стали христианами, посещаем богослужения, но кто способен в своей жизни увеличить это благоухание, познание Господа? И как мы можем это сделать, чтобы вот этого благоухания, познания было больше и больше и больше в нашей жизни? Как это можно увеличить, умножить в своей жизни? Я как-то вам рассказывал, что после одного из собраний ко мне подошел психотерапевт один, который у нас был на богослужении, и он такую вещь мне сказал. И вы знаете, иногда Бог может говорить в твою жизнь через неожиданных людей даже. Ты вроде бы думаешь, какие-то прежние проповедники должны быть здесь, которые вот, через них Бог будет говорить, а Бог может через самых неожиданных людей обратиться к себе, к тебе. Поэтому очень важно уметь слышать, да, даже через муравьев Бог может тебе очень важные вещи сказать. И вот этот психотерапевт мне сказал, говорит, знаешь, говорит, пастор, вот когда ты выходишь на сцену, вот самое главное, что есть в твоей жизни, он так сказал, почему у вас так людей много и прочее, вот это даже не столько то, что ты говоришь, как твое состояние. Потому что он говорит, если у тебя внутри гармония и мир, то ты вот этот мир и гармонию транслируешь на аудиторию. И это и приходит. И он говорит, и не так даже важна та тема проповеди, которую ты избрал в это воскресенье. Потому что вот это твое состояние, оно словно распространяется. И если наоборот, там у тебя какая-то внутри нервозность, недовольство или, может быть, раздражение, там женой поругался, то о чем бы ты ни говорил, ты можешь говорить о мире, о любви, о гармонии, но ты будешь транслировать вот это раздражение и это недовольство. И он сказал, поэтому всегда обращай внимание на то, какое у тебя внутреннее состояние. Вы знаете, это было для меня очень важно, потому что очень часто проповедники перед собранием, перед проповедью, они думают о том, что нужно сказать, о чем нужно, какое-то новое откровение, интересные примеры и прочее, прочее. Но я вот через этого человека как бы осознал, что намного важнее перед собранием быть во внутренней гармонии, то есть иметь мир внутри, потому что именно это воспринимается вами. Вы, может быть, это не слышите, вы слышите слова проповеди, вы видите, ну, человека там в костюме, в галстуке, но есть помимо чего этого запах, который распространяется, вот этот в духовном мире запах, он или это запах познания Бога, или это запах ссоры, или это запах недовольства, или наоборот это запах любви, запах мира, вот этот внутренний запах, да, внутри нас. И, конечно же, вот мы понимаем, что, да, хочется, чтобы от тебя был запах мира, хочется, чтобы от тебя был запах любви, хочется этого. Но как быть, если вот, да, я верующий, хожу в церковь, а у меня раздражение, а я вот там поссорился, а у меня там что-то неприятное, если я хожу неделю хмурый, и на всех как гавкаю, и вот понимаю, как надо, понимаю, что надо, но как вот быть, как изменить этот запах внутри себя, как говорит апостол Павел, кто способен к сему. И я хочу бы показать в Священном Писании как бы главный метод, главное орудие Бога в нашей жизни, в жизни верующих людей, как меняется духовный запах, который распространяется от нас. И давайте откроем книгу пророка Иеремии, 48 главу. Здесь очень интересный пример, причем для нас, наверное, людей, которых отделяло от Иеремии тысячелетие, это, может быть, с первого прочтения не совсем понятно, но я верю, что Бог нам покажет сегодня, что же пишет пророк здесь, точнее, Бог через пророка. И вот посмотрите, Иеремия, 48 глава, 11 стих. Моав, а Моавитяне – это потомки Лота, то есть здесь как бы Бог обращается вот к Моавитянам. Моав, да? Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. «Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда я пришлю к нему переливателей, которые перельют его, и опорожнят сосуды его, и разобьют кувшины его». Моавитяне, как я сказал, это потомки Лота, то есть они были в родстве с Авраамом, но, скажем так, это такое было плотское родство, не духовное родство, не родство по вере, родство по плоти. И вот посмотрите, что здесь Бог говорит о Моаве. Моав был в покое от юности, сидел на дрожжах своих, то есть все в его жизни было хорошо. И что интересно, что люди, вот когда думают о счастье, вот они как раз и подразумевают вот такую жизнь без забот, жизнь в покое, когда у тебя нету серьезных сложностей, нету никаких трудностей, это в принципе и есть та жизнь, которую люди называют счастьем. Вот счастливая жизнь в мире, в покое, без особых сложностей, без особых проблем. Но интересно, что вот то, что люди часто подразумевают как счастье, Бог это за счастье не считает. И Бог говорит, вот ты был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, в плен не ходил, оттого оставался в нем вкус его и запах его не изменялся. И здесь вот этот как раз образ, как в те времена изготавливали вино. Брали виноградный сок и в виноградный сок бросали дрожжи. И вот эти дрожжи начинали бродить в виноградном соке, то есть начался процесс преобразования сока в вино. и со временем более светлое вино поднималось кверху, а вот муть со всякими дрожжами оставалась внизу. Поскольку в то время не было каких-то особых фильтров, то что делали? Брали просто и аккуратно из этого сосуда выливали в другой сосуд, так, чтобы верхняя часть была слита, а нижняя, вот эта мутная, осталась. И все равно вот в этот сосуд, в новый сосуд, где вылили вот эту чистую часть, все равно там часть дрожжей оставалась. Поэтому тоже ждали, пока все отстоится, и переливали в третий сосуд. И так вот переливали из сосуда в сосуд вино, чтобы вино было чистое, без этого запаха, без запаха дрожжей. И вот посмотрите, Господь говорит, что ты не был переливаем из сосуда в сосуд, так и был вот, сидел на дрожжах в одном и том же сосуде, и поэтому ни твой вкус, ни твой запах не изменился. То есть это, посмотрите, вот этот идеал беззаботный, беспроблемный жизни, в покое, когда никто там в плен тебя не забирает, вот все хорошо. Бог говорит, это нехорошо, это как раз очень плохо, потому что в жизни этих людей не просто ничего не меняется внешне, у них ничего внутренне не меняется, запах остается один и тот же, вот этот дрожжевой, вот не очень приятный запах, вот ничего, вкус не меняется, запах не меняется, и потом Бог говорит, я разобью твои сосуды. То есть вот мы видим драгоценные, что благословение вина, чтобы оно было чище и чище, лучше и лучше, в переливании, когда из одного сосуда переливается второй, из второго в третий, и так далее, пока вино не достигнет такого чистого, прозрачного состояния, с хорошим вкусом, с хорошим запахом, который очень отличается от первоначального. То есть вот посмотрите, интересно, что Бог нам показывает, что в нашей жизни изменения, когда ты из одной ситуации вдруг оказываешься в другой ситуации, а потом в третьей ситуации, это не случайно, это Бог делает в нашей жизни, Бог допускает в нашей жизни эти обстоятельства. Когда мы смотрим с вами на этот новый 2019 год, конечно же, я думаю, мы, как люди, ну не знаю, у нас вот такие стереотипы, мы мечтаем, чтобы год был лучше, год был счастливее, чтобы не было проблем прошлого года, не было сложностей прошлого года, чтобы все как-то было лучше. И мы не понимаем, что сложности и проблемы это часто Бог допускает специально в нашей жизни, часто полностью меняя ситуации, полностью меняя обстоятельства. Мы словно оказываемся в новой ситуации, потом в третьей ситуации. И все это необходимо для того, чтобы мы увидели Бога в разных ситуациях. Мы видели Бога и в радости, и в горе. Видели и когда все хорошо, и когда все ужасно происходит в нашей жизни. То есть как бы учились проходить рука об руку с нашим Господом Иисусом Христом и долиной смертной тени там, и через пустыню уныния, и через болото отчаяния. Ты скажешь, Господи, зачем ты меня ведешь через все это? Я хочу быть в покое, в плен не хочу, ужасов не хочу, проблем не хочу, Господи. А Бог говорит, если ты не будешь, переливая из сосуда в сосуд, то ничего в твоей жизни не поменяется. Тот же самый вот этот неприятный запах плоти, вот этих дрожжей, он останется с тобой. Как, к сожалению, происходит в жизни немало количества верующих, которые начинают ходить в церковь, но вот такое ощущение, что в их жизни ничего не меняется. Вот тот же самый какой-то плотский запах, ничего не происходит. Вот это какое-то чванство и раздражительность. Просто раньше у нас такое чванство было плотское, а сегодня мы нашу гордыню одеваем такие духовные одежды. Вот это такой духовный человек, такой молитвенник, да? И вот это вот так неприятно, когда ты видишь, когда вот в эти, как бы в новые одежды одевается старая плоть, вот старая гордость, амбиции, раздражение. Люди пытаются как бы выдать за что-то хорошее, за что-то правильное. И как бы они ни говорили, как бы они ни пытались тебе там что-то доказать, показать, впечатлить тебя. Но вот есть такое ощущение неприятного запаха. Человек говорит тебе о духовных вещах, о запах плоти. Было это в вашей жизни, да? Когда люди что-то о молитве там говорят или еще о чем-то таком. Ну, ты умом слушаешь и думаешь, да, да, хорошо. Но вот запах какой-то как будто не тот. Как будто вот тут что-то не то происходит в их жизнях, да? И мы видим, что это необходимо. Я вот когда смотрю на свою жизнь, когда Бог переливал меня из одного сосуда в другой сосуд, когда вдруг ты оказываешься в новой ситуации, в новых обстоятельствах, где ты ничего не знаешь, то через это что-то меняется внутри тебя. В том числе через болезненные вещи. Недаром вот в современном переводе книги «Придж», да, говорится, что боль способна изменить человека изнутри. То есть когда ты проходишь через болезненные вещи вместе с Господом, это, как это ни странно, целебно для нас, потому что происходит внутри изменение. Когда я смотрю на большие потрясения в моей жизни, я неоднократно рассказывал, когда вот еще в 92-м году умер наш первый самый ребенок, первый сын, прожив всего, один месяц, вы знаете, для меня это было таким потрясением, потому что до этого мы в церкви молились, провозглашали, я целый год уже был пастором, с 91-го до года был пастором, молились за исцеление, видели чудеса, и вы знаете, вот такое состояние было какое-то вот агрессивное такое, вот есть такие агрессивные христиане, если ты болеешь, веры мало, если у тебя сложности, молишься мало, вы знаете, вот есть такие верующие, которые, они могут верить недавно в Господа, но они знают ответы на все вопросы, вот такие, как вот выпускники медицинского института знают, как лечить любые болезни, пожилые врачи уже в этом сомневаются, что они что-то знают, поэтому вот часто новообращенные неофиты, вот они такие, вот так, вот так, вот как в Эдемском саду, четко знают, где добро, где зло, все понимают они в жизни, и вот такие же мы были, я был такой же, все, надо молиться больше, проблемы, Богу не доверяешь, болезни, там еще что-то там, молишься мало, и прочее, прочее, и когда вдруг это произошло в моей жизни, когда мы и молились, и пост брали, и согласие, и ходатайствовали, и ничего не произошло, я вдруг, знаете, вот как будто ты полностью перелит в другую ситуацию, и ты думаешь, Боже, как дальше жить-то теперь, как будто то, во что я верил, оно было разрушено, мы верили в тотальное исцеление, в тотальное избавление, и прочее, прочее, и вдруг раз, думаю, Боже, может, тебя вообще нет тогда, может, вообще, с кем мы общаемся, с кем мы говорим, вот, и знаете, и происходит потрясение, потому что, когда в твоей жизни все классно, знаешь, из победы в победу, как некоторые верующие любят, и славы в славу, ты такой будешь горделивый, куркуль, что от тебя будет просто вонять плотью, Бог не случайно проводит нас через ситуации, где мы внутри сокрушаемся, и это только для одной цели, что-то раскрыть нам, поймите, мы настолько порой глухие и слепые, что мы не воспринимаем это иным путем, как только, когда проходим через болезненные ситуации, и вот именно, когда я прошел через эту болезненную ситуацию, во мне начала открываться такое сострадание к людям, я вдруг понял, что нельзя людей бить Библией какими-то там духовными законами, духовными истинами, как некоторые молодые проповедники до сих пор вот так и не так, и вот этот радикализм, он даже в чем-то может быть и привлекателен, потому что эти люди такие уверенные, и кажется, что они уверены в Господе, на самом деле, они уверены только в самих себя, и Бог будет переливать человека из сосуда в сосуд, чтобы сломить вот эту твою плотскую, моавитянскую гордость, вот это упование на свою плоть, при этом делать вид, что ты на Господа уповаешь, а на самом деле, ты просто самовлюбленный, самоуверенный человек, ну как тебя можно еще изменить, только переливая из сосуда в сосуд, я вот смотрю на свою христианскую жизнь, вот в следующем году будет, а, в каком следующем, в этом уже году, в 2019-м, в сентябре, будет 30 лет, как я принял это со Христа и уверовал, то, знаете, вот все главные изменения в моей жизни произошли, когда я как раз был переливаем из сосуда в сосуд, когда вдруг оказываешься в новых ситуациях, в новых обстоятельствах, и очень часто эти обстоятельства не такие хорошие, как ты бы хотел, а бывало даже хуже, чем были раньше, но, что интересно, даже через это, что-то изменяется внутри, поэтому спокойная, безмятежная жизнь, в покое, да, это не благословение, Бог нас переливает из сосуда в сосуд, поэтому не надейтесь, что 2019-й год, это будет год беззаботный, если ты написал в своих целях, Бог, хочу больше познать тебя, готовься к переливаниям, если ты написал, Бог, хочу больше славы видеть в моей жизни, готовься к переливаниям, если ты думаешь, Боже, хочу больше твоего присутствия, как это происходит, думаешь, все будет хорошо, ты будешь сидеть, и ура, его присутствие, Бог будет тебя переливать, переводить из одной сложной ситуации в другую сложную ситуацию, пока в конечном итоге ты не станешь таким, каким Бог хочет видеть тебя, без этой примеси, старой плоти, этих старых вонючих дрожжей и прочее, с новым запахом, с новым запахом, поэтому, когда верующий, который там у нас в церкви еще с 90-х годов, Виктор, ты вот поменялся так, вот тогда ты так, вот сейчас вот так вот, да слава Богу, что поменялся, неужели вам нужен пастор, который сидел бы на дрожжах своих, и его вкус с 91-го года, и его запах бы совершенно не изменился, вот один и тот же человек, одно и то же, ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Поймите, есть во вселенной только одна личность, которая не меняется и при этом счастлива, это Господь Бог, Он неизменный, Он ни в чем не возрастает, ничего не узнает нового, потому что Он полнота совершенства, но для нас быть неизменным состоянием, это не благословение, а проклятие. Мы созданы, чтобы познавать что-то новое, мы созданы, чтобы расти, мы созданы, чтобы что-то новое осваивать, там в науке, в нашей профессиональной деятельности, какие-то законы постигать, но самое главное, мы созданы, чтобы познавать Бога с каждым годом все больше и больше, и когда ты познаешь Бога больше и больше, у тебя часто взгляд на какие-то вещи меняется, И это хорошо. Поэтому я так бы хотел, чтобы 2019 год, это был во многом для нас годом изменений, когда меньше будет вонючих дрожжей, вонючей нашей плоти, вонючих амбиций, и было больше и больше вина Духа Святого, радости во Христе Иисусе. Правда же? Благословение во Христе Иисусе. И путь для этого только один. Готовься к переливаниям из сосуда в сосуд. Ты скажешь, пастор, это так сложно. Так в этом и есть наше упование на Господа, когда мы проходим даже долиной смертной тени, но мы ощущаем, что это Бог ведет нас, Бог с нами. И Он сохранит нас. Да, будет трудно, да, будет больно, да, будет сложно. Но пойми, часто по-другому до нас с вами не достучаться. Только так происходит в нашей жизни изменение запаха. Вы знаете, когда я думаю про изменение запаха, я сразу почему-то вспоминаю, первый, кто мне приходит на ум, это один из героев Ветхого Завета, Яков. Помните, когда Яков родился, он был сразу любимчиком мамы. Давайте вот откроем Бытие 21 главу. Он был любимчиком мамы. И смотрите, вот один из эпизодов его жизни, когда, если он был любимчиком у своей матери, то его брат Исав был любимцем у отца. И вот посмотрите здесь, мы видим вот ситуацию в его жизни, да, когда отец сказал старшему Исаву принести ему вкусного кушания, чтобы он поел и благословил его отцовским благословением. Мать подслушала и сказала своему любимчику Иакову, Яков, папа планирует благословить своего сына старшего, и пока тот ушел на охоту за дичью, чтобы приготовить кушание, давай-ка быстро тут напечем, нажарим, напарим, сделала кушание, и ты под видом своего старшего брата принесешь, чтобы отец тебя благословил. А чтобы отец не понял, вы знаете, что большинство информации люди получают через зрение, но Исав, написано, ослабел глазами, то есть практически ослеп, тогда не было ни микрохирургии глаза, не было контактных линз, там ничего не было, очков даже, поэтому он не видел. И чтобы он не понял подмену, она взяла ему вот эти шкуры, надела на руки, потому что Исав был такой лохматый человек, вот, одел одежды старшего брата, вот, запахом старшего брата, и дала ему кушанье. И вот приходит под видом Исава, Иаков, к своему отцу, и вот смотрите, 21 стих, 27 главы книги «Битие». «И сказал Исаак Иакову, подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав, или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исавовы». «И не узнал его, потому что руки были, как руки Исава, брата его косматые». Вот смотрите, очень интересно, да, вот слепой Исаак подзывает к себе Иакова, слышит голос Иакова, трогает руки мохнатые, как у Исава. И вот звук и осязание словно вступили в противоречие, он не мог понять, кто перед ним. И вот смотрите дальше, «И сказал, ты ли сын мой Исав?» Он отвечал, «Я». Исаак сказал, «Подай мне, и я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Яков подал ему, и он ел, принес ему вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему, «Подойди, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды. А одежда-то была Исавова, да? «И благословил его, и сказал, вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь». И видите, что стало решающим, когда осязание говорило одно, звук говорил другое, все решил запах. Когда сын наклонился к отцу, чтобы поцеловать его, слепой Исаак почувствовал запах одежды Исава, и это для него стало решающим, и он благословил Якова, и передал ему это отцовское благословение. И вот драгоценное, смотрите, точно так же в нашей жизни происходит, да? Мы порой имитируем, имитируем чужие запахи. Происходит эта имитация. Как видели в этом фильме про муравьев, когда на муравья чужой запах отдавали, да? И потом, чтобы убрать этот чужой запах, там, спиртом специальным. Точно так же, знаете, когда мы пришли к Богу, да? У нас был запах греха, у нас был запах смерти, да, запах плоти, и кровь Иисуса Христа омыла нас, и мы стали свои Богу. Но когда мы стали свои Богу, мы часто хотим не быть, а больше казаться. Почему-то вот этот мир, он настолько привил нам вот эту игру лицемерия, что мы даже, оказавшись в церкви, почему-то тут точно так же начинаем играть и выдавать желаемое за действительное, познание Бога за, ну, просто какие-то свои фантазии выдаем, да? То есть начинаем вот имитировать, как Яков имитировал, да? И что же произошло в жизни Якова? Почему Яков стал Божьим человеком? Почему в Библии Бог называет себя Богом Авраама, Исаака и Якова? Как это произошло? А мы видим в жизни, Бог начал переливать Якова из сосуда в сосуд. Из одной сложной ситуации в более сложную ситуацию. Когда мы видим, его там обманывали, и со скотом его обманывали, помните, да? И с женами его обманывали, и в конце концов, когда он уже оказался вот в этой борьбе с самим Богом, мы видим вот эту удивительную картину, которая нам показана в Ветхом Завете, как Яков боролся с Богом, да? И вот в действительности эта ситуация, когда он был переливаем из сложности в сложность, из трудности в трудность, и постепенно что-то стало меняться в жизни этого хитрого человека, который с утробы матери пытался бороться со своим братом, там хватал его за пятку, вот, и всю жизнь пытался как-то продвинуться, быть первым. То есть эти были амбиции, гордость. Даже благословение отца для него было не столько духовным, сколько вот поводом для каких-то самовозвеличивания прочего и прочего. И поэтому Бог показал ему, что, послушай, тебе не нужен вот этот искусственный запах. Как бы мы ни пытались, вот, знаете, пахнуть, но со временем, да, знаете, можно взять классный парфюм и обрызгаться с ног до головы, и какое-то время ты будешь пахнуть благуханием Франции, там, какой-нибудь Шанеля и прочего-прочего. Но все равно, вот запах, который ты на себя прыскаешь, со временем слабеет и слабеет, а твой природный запах, он остается. Поэтому очень часто мы точно так же, мы приходим в церковь, как бы таким духовным запахом, аллилуйя, брат, аминь, и ты приходишь такой, прям духовный человек. Что делал в те праздники? Да молился, искал Господа, да? Вот, и мы как бы пытаемся играть, играть друг перед другом. И на самом-то деле мы можем и обмануть друг друга, да, ну, как Яков обманул своего отца. Но, поймите, есть нечто настоящее, есть настоящее, и его не набрызгать на себя, как чужой запах. Оно вырабатывается изнутри. Как? Так вот как раз, когда ты переливаем из ситуации в ситуацию. Поэтому, драгоценные, нужно искать нелегких путей. И потому что Иисус говорил, что путь его, он узок и тернист, и это сложный путь. Не нужно искать легких путей, не нужно искать легких ситуаций. Нужно искать Бога в той ситуации, где ты оказался. Это не случайно. То, что ты там, где ты есть, это не случайно. И не проблема сложность. Не проблема все те трудности, которые вокруг тебя. Проблема, когда ты вдруг теряешь связь со своим Творцом, теряешь связь со своим Создателем. Потому что тебе необходима вот эта связь. И когда ты с ним рука об руку проходишь через трудности, ты словно переливаем. Ты чувствуешь, что словно что-то вот не нужно. Вот этот осадок, вот эти дрожжи. Они остаются в прошлом. Какие-то вещи остаются в прошлом. Как я вот говорил, сложности в моей жизни, они приводили к тому, что я вдруг увидел, что часто то, что я называл верой, это была не вера в Господь, это была самоуверенность. И через сложные ситуации, когда вдруг мои амбиции рушились, я вдруг понимал, что это было не настоящее. И Бог показал, ты сам себе это все напридумывал. Ты это сам себе вбил в голову. Ты не пережил меня. Ты просто послушал людей и подумал, что так и так и так. Тебе не нужно это искусственное, тебе нужно твое. И вот эти сложности, они словно раз за разом очищали меня. И я благодарен Богу за все эти трудные ситуации, за все эти сложности, потому что лучшей школы никогда не было в моей жизни. И вообще нету в жизни человека. Об этом говорит Слово Божье. Поэтому, знаете, вот христианство, которое упывает на Господа, что все было классно, легко, суперски, и в победе, и славы, и в славу, это ущербное христианство. Оно не настоящее. По-настоящему эти люди даже Бога не хотят пережить. Они не Бога ищут, они ищут легкой жизни. Бог для них не цель, Бог для них средство. И пока Бог для тебя средство, ты будешь ходить искусственно, с искусственным запахом, чужим запахом, запахом чужой одежды. Как многие проповедники, они выходят на сыну в чужих одеждах. Не настоящие одежды. Это одежда Кента Хейгена, Орла, Робертса, каких-то других проповедников. Они надевают это все и говорят эти все вещи. Но у них нет своего, нет этого личного к переживанию. А Бог стремится, чтобы у тебя было настоящее, было свое. Я люблю слышать других людей Божьих о том, что Бог делает в их жизни. Но не для того, чтобы копировать это, а для того, чтобы самому стремиться познать Его и пережить Его. И поэтому мне нужны не чужие рассказы, мне нужны свои сложности, свои проблемы. И каждый раз вот в этих сложностях, в этих болях, в этих трудностях, когда у тебя внутри буквально все обнажено, и ты понимаешь, что тут уже чужие запахи не нужны, вся эта игра, лицемерие, вот эти вот одежды и савовы, это все не работает. Тебе нужно настоящее. И ты ищешь Его вот с этим обнаженным сердцем, обнаженной душой. Боже, я хочу пережить Тебя. Потому что реальность переживания Бога, это настолько глубинная честность, когда ты честен самим собой прежде всего. Когда ты вдруг как бы обнажаешь внутри себя все, и понимаешь, если Бог не изменит, ничего не изменится. Кто способен к всему? Я не способен к всему. Но Бог для меня предназначил путь преобразования и изменений, когда Он нас переливает из одной ситуации в другую, из одних обстоятельств в другие ситуации. И мы учимся, оказываясь в новом окружении, в новом мире для нас, мы учимся познавать Бога вот в этих новых ситуациях и в этих новых обстоятельствах. И так было с Иаковом, да? Вначале он имитировал, как многие из нас пытаются имитировать, как маленькие дети копируют своих родителей. У меня вот сын Женя, да? Он нам чуть лише, он как насмотрится проповеди моих, да? Он смотрит, он потом начинает из себя, он так всю семью собирает и начинает нам что-то проповедовать это. И так лихо проповедует, прямо говорит и говорит, о чем непонятно, но в духе. То есть я смотрю, он как я ведет себя, так же руками машет и такой же уверенный, что-то там нам объясняют все. Только содержание неясное, да? А так чистый проповедник, вот. Сколько в его жизни должно произойти этих переливаний, прежде чем он поймет, что проповедь это не копировать других, там привычки их, там Библии махать, там лихо по сцене двигаться. Это внутреннее, нечто внутреннее. Ты можешь быть со своим темпераментом, со своим, вот какой ты есть, да? Но познание Бога, оно все равно будет идти через тебя. Тебе не нужно внешне копировать других, тебе нужно внутреннее, вот это глубинное познание Господа. Глубинное познание. И это все приводит к тому, что в твоей жизни все больше и больше благоуханий, познания Господа. Вы понимаете, люди не могут быть всегда успешными. Люди не могут всегда попадать в десятку. Я вот когда смотрю на свои проповеди, да, какие-то проповеди в десятку, а какие-то вообще не в десятку. Как-то вот классно, а некоторые проповеди, некоторые, ну, бывают, прямо скажем, недоработанными. Но я не переживаю, что я приду в следующее воскресенье, а тут никого нет, только служители на первом ряду сидят. Я говорю, а где все люди? Они говорят, да, Виктор, прошлая проповедь такая ужасная была, люди решили не ходить больше. Независимо от того, да, у меня может какие-то проповеди быть удачными, никакие проповеди не совсем удачные. Но я абсолютно уверен, что это не сильно поменяет ситуацию, потому что главное – это внутреннее познание Бога. Да, может быть, проповедь не совсем доработанная, но если внутри есть познание Бога, этот запах, он все равно будет привлекать людей, потому что они простят тебе какие-то, может, там, оговорки в проповеди, они простят, может, что проповедь не совсем доработанная, но им главное – есть ли тут запах Бога, которого они стремятся. Точно так же драгоценны и в вашей жизни. У вас что-то получится, что-то не получится, что-то будет хорошо, что-то будет плохо. Но независимо от этого, ваша жизнь, от ваших промахов, она не станет хуже, если вы будете стремиться к чистому, правильному благоуханию познания Бога. Потому что, послушайте, люди могут слышать одно, осизать другое, но запах решает все. Если есть вот этот запах, все будет решено. Есть ли запах благоухающий о Господе, говорящим о Боге? Есть ли этот запах в нашей жизни? Я, знаете, вот на этом первом собрании 2019 года хочу сказать, давайте устремимся к этому, чтобы этого благоухания было больше. Поэтому нам нужно готовиться к переливаниям, готовиться к сложностям. И, послушайте, в этом и есть наше упование на Бога. Он все обернет ко благу любящим Бога. Правда же? Все обернет ко благу. Вы понимаете, если вы только подумаете, все, что случится в 2019 году, будет к вашему благу, если вы продолжите любить Бога и идти в Его призвание, тогда вам нечего бояться. Вам нечего бояться сложностей. Вам нечего бояться трудностей. Вам нечего бояться неудач. Если ты доверяешь Ему, что все, в том числе неудачи, в том числе сложности, Бог обернет к твоему благу, тогда у тебя будет реальный покой. Ты будешь, как Иисус Христос, спать в лодке во время бури. Потому что ты знаешь, все в Его руках. И поэтому, когда ученики паниковали во время этой бури, будили Христа, что Он нам сказал? Что вы так боязливы, маловерные? Казалось бы, Иисус, в смысле? Мы же ведь неспроста тут носимся и не орем. Тут буря реальная, шторм реальный. То есть наше поведение понятно. Может быть, поведение это твое и понятно. Но Иисус говорил о чем-то другом. Упование на Бога дарует тебе мир даже во время шторма, даже во время сложностей. И в конце я хочу прочитать из еще одного пророка Сафонии. Сафония, первая глава, 12 стих. «И будет в то время. Я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». Вы знаете, я, когда помню, читал биографию величайшего миссионера, который принес пробуждение в Китай, такого легендарного служителя Хадсона Тейлора. Вот в его биографии такие слова написаны. Послушайте. Это из биографии Хадсона Тейлора. В этой жизни, что стало благословением для всего мира, были и другие моменты, где было и это переливание из сосуда в сосуд. Такое болезненное для нашего ветхого человека, но приносившее в жизнь струю свежего, чистого воздуха. Я думаю, те, кто знаком с биографией этого легендарного Хадсона Тейлора, вы видели, что этот человек, через которого в жизнях тысяч и тысяч людей приходил свет Божий, в жизни этого человека были такие потрясения, такие драмы, такие трагедии, когда он потерял близких своих, когда дети умирали, супруга. То есть этот человек прошел через такие скорби, и в то же самое время через него было явлено так много славы Божьей. Возникает вопрос, вот как одно соотнести с другим? И вот эти слова, они показывают, что вот то, что он был переливаем из сосуда в сосуд, привело к благословению. Когда Хадсон Тейлор проходил через ужасные трагедии в своей жизни, в своем служении, через это познание Бога, поскольку он не оставлял упования на Бога, становилось все больше и больше, и благоухание было все больше и больше. И таким образом этот человек оказал в свое время такое удивительное влияние на огромное количество людей, потому что в его жизни благоухание возрастало через переливание из сосуда в сосуд, из сложности в сложность. А вот проксофония, точнее Бог через проксофонию говорит, что те, которые сидят на дрожжах своих, то есть сидят на дрожжах, нет никакого переливания, они не видят ничего. Они говорят, не делает Господь ни добра, ни зла. То есть они не понимают, что делает Господь. Они не переживают Его руку. В их жизни вроде бы такой покой, безмятежность и такая неизменность, которая в действительности является проклятием. Поэтому, если в вашей жизни вы чувствуете, что вы из огня до в полымя, из сосуда в сосуд, не паникуйте. Бог вас любит, значит. Значит, Бог желает вам открыться с новых сторон, чтобы Его познание, благоухание было все больше и больше в наших жизнях и в наших сердцах. Боль способна изменить изнутри. Когда мы внутри меняемся, внутри преобразуемся, мы учимся Его переживать. И в добрые дни, и в злые дни. Мы учимся видеть Его. Даже точнее вот переживать Его запах, Его присутствие, когда вроде бы ничего не видно, ведь Бога не видел никто никогда. Но запах можно чувствовать. Этот запах словно приходит в тебя, и ты вдруг чувствуешь, да, трудности, да, сложности. Да, казалось бы, ты один, и никого рядом нет. Но Он здесь. Он с тобой. Он не оставит тебя. Не покинет тебя. Он во все дни. До скончания века. Я отлично понимаю, что у многих из вас сегодня есть сложности. У кого-то сложности в бизнесе, у кого-то сложности на работе. Сейчас непростая экономическая ситуация. Непростая у нас финансовая ситуация. Все время какие-то политические негативные новости приходят. И из этого люди еще более нервные, да. Постоянно что-то случается, что-то происходит там, где-то газ взрывается. Из этого настроение, может, не очень веселое. Ты сидишь, и ты думаешь, а где же Господь? Что, Он ничего не делает, что ли, да? Ничего не совершает, что ли, Господь, да? Как вот люди, сидящие на дорожах. Ничего не делают, ничего не совершают, да? Милые мои, это прекрасная возможность, когда мы можем видеть Бога во всем. Не в том идеальном мире, который мы часто придумываем и к которому стремимся. Нет, мы переживаем Бога в этом мире. Мы переживаем Бога в нашей реальности, где есть и черное, и белое, где есть добро и зло, где есть трудности, сложности, есть победы, есть неудачи, есть беды, а есть торжество. Все это, и во всем этом видеть руку Господа. Во всем этом переживать Его милость, переживать Его благодать. Не в придуманном мифическом идеальном мире, а в этом мире. Потому что Бог не мифический мир создал, Он этот мир создал. И в этом мире мы можем видеть Его руку. В этом мире мы можем переживать Его славу. В этом мире, когда мы со стихиями, со сложностями переливаемый из сосуда в сосуд, мы можем ощущать, как мы словно внутри себя приближаемся к какой-то сердцевине, к сердцу нашего Господа. Когда ты чувствуешь это сердце, и вместе с этим меняется твой запах. Вот это и благодать приходит. Любовь приходит. Причем, бывает даже в самой неподходящей, казалось бы, ситуации. Ты полон мира, когда вокруг сложности, трудности. Ты полон покоя, хотя вокруг там дрязги, какие-то негативные новости. Потому что изнутри тебя, из твоего единения с Богом, которое ты провел через всевозможные жизненные ситуации, в тебе все больше и больше этого благоухания, познания. Больше и больше. Я желаю, чтобы этого благоухания, познания к концу 2019 года было намного больше, чем в эти первые дни. И всегда скажут, Аминь. Давайте сейчас закроем глаза. Закроем глаза и склоним головы перед Господом. Просто представь, это первое воскресенье Нового года, первое богослужение Нового года. И вот Бог дает перед нами этот Новый год. Новые 365 дней, новые 52 недели, новые 12 месяцев. когда мы переходим, как на новый рубеж, на новый этап. И так важно, чтобы в этом новом этапе не только цифра была новой. 2019 вместо 2018. так печально, когда цифра новая, а в жизни ничего не меняется. Ты сидишь на дрожжах своих, ничего не происходит. Ты можешь, конечно, имитировать духовный запах, как Яков. Но это тебя ведь не устроит, это же обман. Ты-то понимаешь, что это чужие одежды. А наше сердце тянется к настоящему. Наше сердце тянется к истинному. к запаху, который является результатом познания Бога. Запах благоухания познания Христа. Всемогущий Бог, благослови нас. Что бы ни происходило в Новом году, в какие бы новые сосуды мы не были переливаемы, я молю Господь, чтобы мы видели Тебя, мы ощущали Тебя, мы познавали Тебя и в радости, и в скорби, и в болезни, и в здравии, и в победах, и в поражениях, и в удачах, и в промахах, во всем мы могли познавать Тебя и ощущать Твою руку. Ты с нами. И что бы ни происходило, в каком бы новом сосуде мы ни оказывались, мы доверяем Тебе, мы уповаем на Тебя, и мы знаем, это не случайно. И Ты в жизни любящих Тебя все обернешь ко благу. Все, через что мы проходим, все ситуации, в которых мы оказываемся, все обернешь ко благу любящим Тебя. я молю, мой Бог, веди нас, веди нас, веди нас. слава Тебе, Иисус, слава Тебе, благоухания, познания Тебя, да распространяется нами во всяком месте. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Иисус. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok